Так, власть, причём на всех уровнях, может быть по-настоящему эффективной. Я хочу пожелать вам удачи, плодотворной, результативной работы на благо людей, в интересах развития ваших регионов, а значит и всей России. Так, пожалуйста, коллеги, кто хотел бы что-то сказать на нашей сегодняшней встрече? Прошу. Можно, Владимир Владимирович? Татарстан, да, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за доверие, поблагодарить вас за поддержку всех наших инициатив, всех наших проектов. И, конечно же, вы правильно сказали, выборная кампания проходила непростое, сложное время, и пандемия, и экономическая ситуация, но я бы хотел особо поблагодарить вас за те принятые решения, и быстрое действие правительства, в части поддержки системных предприятий, малого и среднего бизнеса, самозанятых, но и самое главное, это поддержка тех слоёв населения, которые нуждались в этом. И это, как бы, очень хорошо воспринято населением и позволило нам провести выборную кампанию достойно с тем, что не только мы достигли чего-то, а сегодня национальные цели, которые определены вами, они говорят о качестве жизни нашего населения. Я заверяю вас, что Татарстан активно будет реализовать все проекты своевременно, заверяю, что все вопросы, связанные и с коронавирусом, и с другими вызовами, мы с ними справимся. Ну и поблагодарить вас ещё раз за поддержку и заверить, что мы члены вашей команды и всё сделаем для развития наших территорий и для развития нашей страны. Большое спасибо вам. Рустам Норгалевич, вы человек очень опытный и очень эффективный. Команда у вас профессиональная, но действительно вызовы серьёзные перед нами. Рассчитываю, что так же, как было в предыдущие годы, вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как заинтересованно вы решаете задачи, которые стоят перед республикой. И с каким эффектом, хорошо. Но сегодня много специфик, и я вот хочу воспользоваться ещё раз тем, что вы сказали о пандемии. Не только хочу вас попросить, но и всех коллег, которые нас слышат, вообще всех руководителей регионов Российской Федерации самым внимательным образом относиться к тому, что сейчас происходит в этой сфере. Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жёсткие ограничения.